Всем доброго времени! Поступила посылка с радиодеталями на переработку 2 килограмма, дата поступления 3 марта. Скроем, посмотрим, что там. Так, смотрим. Упаковочка такая. Пакетик. Сейчас я заберу этот торобок и смотрим, что и пакетик. Итак, болты, такие транзисторы 100 штук. Вот написано 100 штук их. Здесь вот такие полевички, 1000 штук. Вот они разные, наверное. Хотя я вижу только на трех ногах, по три ножки. Такие микросхемы. Потом, когда буду перерабатывать, посмотрим наименования какие. Потому что я сейчас через пакетик не вижу. 500 штук вот таких вот. Так, вот такие микросхемы. Односторонние, односторонние микросхемки. Сколько здесь их? 554 штуки. Вот такие микросхемы. Такие. 330 штук. Вот они. И такие. Тоже. Типа односторонние или двухсторонние. Сколько здесь штук? 312 штук. Вот такие микросхемки. Ну и сейчас я положу весы и все взвесим. Количество. Количество и вес. Количество и вес сделаем. И я начну что-то перерабатывать. Так. Так. Весы включены. 1000 штук пыльвичков. 308 грамм. 308 тысяча штук. Вот такие микросхемы. 500 штук. 473 грамм. Ну там минус пакетик. Такие микросхемки. 554 штуки. 238 грамм. И вот. Где 330 штук. Вот такие микросхемы. Вес у нас получается 446 грамм. Такие где 312 штук. Вот они. 225 грамм. И вот эти болты. 100 штук. 484 грамма. И вот с них я и начну работать. Вот с ними сейчас перерабатывать. Буду их. Вот эти. Болтики. Ну прежде мне нужно их подготовить. Вот это ломать. Возможно что-то отложу. Ну то есть в сторону. То что не надо перерабатывать. Эти болтики покусаю. Потому что они. Очень плохо. Растворяются. В азотке. Ну я посмотрю. Если это магнит. Если там магнит останется. Значит придется. Серная кислота. Да. Ну вот эти шляпки. Они магнитные. Но я попробую. Если я смогу их удалить. То останется только медь. И будем медь. Растворять. И травить. В азотной кислоте. Ну я сейчас буду подготавливать. Поломал я транзисторы. Вот такие вот они. 2Т904А. 2Т606А. Но 606 было всего 8... 19 штук. И 914. Ну больше всего было 914. И вертолетов было. Вот 911 Б. 2 штука. 907 только один был. И взвесим тару. И взвесим тару. И вот такой вес. Да. 476. Загружаю сразу стакан. Стакан. Аккуратно. Стакан на 3 литра. Аккуратно. Детальки тяжелые. Так что нужно. Очень аккуратно. Все. Ну и Вот что Лишнее. Проводочки там были. 8 грамм. 8 грамм вот таких вот отходов. И так. Заливаю водой. Не удалось мне конечно. Избавиться от этих крышек. Так они и остались. Просто их поломал. Вот серная кислота. Но она слегка уже. У меня разбавлена водой. Потому как я канистру промывал. Заливаю. Где-то так. И сейчас поставлю на плитку. Она у меня вот здесь так закрыта. Такой клеенкой. Идет реакция. Тоже закрою. Это стакан стоял здесь. Беру. Ставлю на плитку. Нагрею. И затем только будут понемножку добавлять. Азотной кислоты. И таким образом вытравлю. Весь лишний металл. Несколько раз придется вытравливать. Затем я включусь. И расскажу сколько раз. И зачем. И что я с этим раствором сделаю. И там конечно должно по-моему быть и серебро. В этих болтах. Так что нужно забрать и серебро. И если вам понравится. Спасибо. Так что я с этим раствору. И если вам понравится. И все. Спасибо. Спасибо. Есть позолота, вот они грани, резьба. Наверное, почти полностью я вытравил лишний металл. Лишний металл там в основном это медь. Травление шло, конечно, долго, более пяти часов и вот первое травление. Не знаю сколько, где-то полтора часа, наверное, я травил. Здесь в этом растворе всего полно припой, серебро и пыль позолоты. Но пыль позолоты я уже собрал. Вот стакан, сливал вот эту жидкость, забрал посадок, прокипятил его, отмыл. Ну и вот он такой. Да, там есть немножко пыль позолоты. Это та позолота, которая была припое. Ну и вот раствор. А дальше раствор вот такой был. Вот сейчас еще фильтруется последнее травление. После вот этого первого травления было еще три. Три и там четвертый для контроля. Итак, здесь есть серебро, но чтобы его забрать, нужно профильтровать. А чтобы профильтровать вот такой раствор, там где много припоя, это будет невозможно. Так что в этот раствор нужно влить аммиак, а затем только фильтровать. После осаждения вот этого припоя, там олова, свинец, разная муть, она должна сесть. Вот эти травления, они, конечно, фильтруется нормально, свободно. Вот сейчас дофильтрую, залью сюда в стакан и буду забирать отсюда серебро в виде хлорида. Ну а здесь нужно, конечно, сейчас влить аммиак. Я его лью, оставлю где-то в сторонку, а сюда буду заливать царя. И сюда тоже капну. Ну вот я влил аммиак, нужно помешать еще и пускай стоит. А я пока буду растворять золото. Вливаю пока 100 миллилитров соляной кислоты, а затем уже, когда нагрею на плитке, буду понемножку добавлять азорной кислоты. Ну вот так, сюда тоже вливаю, достаточно. Вот такая позолота. Растворил я позолоту, но это осадок после первого травления. Тоже что-то там имеется, да? Вот желтоватые тоже растворил. И вот еще фильтр. После всех фильтраций. Хлорид там я уже выделил. Оседает здесь тоже. Это я одну партию, затем слил сюда жидкость, а там вот собираю хлорид. Здесь тоже выпадет немножко. Потом соберу. Ну а здесь нужно подождать, когда вся эта муть упадет. Затем тоже забрать хлорид. Посмотрим сколько серебра получится с такого количества вот таких транзисторов. Ну и золото тоже. Сейчас растворю вот это золото по золотку, а это уже буду фильтровать. Сначала грубая фильтрация. Здесь можно сразу тонкую очистку делать, тонкую фильтрацию. И таким путем потом уже соединю эти растворы. Я не хотел растворять вот эту муть, в этой позолоте. Испачкаю. Кто его знает, что там на фильтре собралось. В общем, вот такая вот работа. Все растворы золота соединил, профильтровал вот тонкой очисткой. Вот здесь эта муть фильтруется. Тоже туго фильтруется. Придется менять фильтра. В этой жидкости, конечно, серебро есть, поэтому надо полностью профильтровать. Вот я набрал шприц 20 кубиков жидкости и проверил. Серебро там есть. Так что нужно полностью профильтровать и забрать отсюда серебро. Ну а вот эту жидкость золото содержащую вставлю на плитку, нагрею до кипения и буду восстанавливать. Гидрозин серно-кислый, насыщенный. Вливаю в раствор понемножку сначала и восстанавливаем золото из этого раствора. Я немного в этот раствор всыпал сульфаминовой кислоты для того, чтобы меньше использовать гидрозин. Сейчас вот так постоит немного, затем поставлю на мешалку и посмотрим, как выпадет осадок. Осадок выпал пылью. Сейчас солью эту жидкость и попытаюсь что-то сделать с этим осадком. Возможно, сковулирую, а возможно, как-то промою и буду так сушить. Наверное, будет бесполезная затея сковулировать вот этот осадок. Он такой пылью выпал. Так что я буду перерастворять и по новой осаждать, только уже не буду применять сульфаминовую кислоту китайскую. И, возможно, я даже влил лишнюю соляную кислоту. Все-таки в трех стаканах растворял золото и, возможно, она лишняя и поэтому выпала вот такой пылью. Сейчас вот приготовил сколько царской водки. Совсем мало, где-то 35 миллилитров приготовил. Если надо, добавлю. Так вот, получил я сульфаминовую кислоту уже российского производства. Ну и вот кислоты. Азотная, соляная и серная кислота. Это с одного магазина все. И вот со второго магазина немного ранее амеок получил. Так что я сейчас буду использовать российскую сульфаминовую кислоту при гашении лишней азотки. Но я так сделал, чтобы ее здесь не было. Растворил по новой золоту, но сульфаминку не применял. Далил воды и все на этом. И вот для сравнения я вскрыл посылочку с сульфаминкой. Вот она российская сульфаминка и вот китайская. Вот такие кристаллики. Здесь как будто бы сахар мокрый такой, влажный, а здесь как бы сухой сахар. Ну для сравнения. Ну короче видно. Это такое как бы пушистые. Это плотные. Это китайская, она не годится. Ерунда. Итак, по новой буду восстанавливать гидроксиламином. Там у меня в пакетике немножко оставалось. Вот набрал, растворил в стаканчике. Чуть-чуть воды влил туда. Ну и сейчас вот с такого уже раствора буду восстанавливать золото. Азотку не гасил. Ну и подождать нужно. Потом я включусь, когда золотая метелица появится. Сейчас вот цвет меняется раствора. Вот такой становится. О, видим. Ну а потом уже пойдет золотая метель. Погреть нужно. Вот так восстанавливается золото. Вот снова цвет меняется. Красиво, правда? И вот она золотая метель. Если понадобится, поставлю на мешалку. Ну, более всего, что и так выпадет, нормально выпадет. Вот это чистое золото. Я потом включусь. Собрал осадок золота, высушил. Вот оно. Весим. Сразу тигр, а затем я сплавлю. О, вот такой вес. Еще вот пыль собрать. В общем, 4,1. 4,1. Сейчас я эту пыль соберу и сплавлю. Ну а серебро, вот хлорид там варится, потом еще и серебро взвесим. Отличный королёк получился. Извесим. Ну, 4,1, да. 4,1, потому что от буры я не чистил. Вот, бура немножко здесь есть. И сверху пленочка. Ага, по нулям. Ну да, 4,1. Ну а с хлоридом сейчас разберемся. Сейчас я волью сюда аммиак и восстановлю гидрозин гидратом. А я особо так не промывал. Вот эта медь, она не помешает. Она останется в растворе. А металлизируется только серебро. Ну вот уже и растворилось. Можно ставить на плитку и восстанавливать. Греется до кипения. И волью туда гидрозин гидрат. Вот серебро. А вот раствор. Это уже с промывкой. Промывка здесь тоже. Серебро промыл. Сейчас отожму от воды и сплавлю. Есть и серебро. Вот. От буры я не чистил. Вот здесь бура. Вот такой вес. 5,2. Ну чуть меньше. Потому что бура. Так. Следующее видео будет вот. Вот эти микросхемы. Стеклянные, керамические. Какие они там. Вот все три вида. Я в одном видео отдельно. Каждый. Каждый вид отдельно переработаю. В одном видео. Так что до встречи. На этом все. Всем добра и удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.